Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 8 июля, день Петра и Февронии, назван в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии. Петр и Феврония любили чистоту и целомудрие, всегда были милостливыми, справедливыми и кроткими. Они защищали тех, кто подвергался обидам, достойно чтили лиц иноческого и священнического звания, с великим милосердием относились к бедным и усердно упражнялись в спасти и воздержании. Достигнув глубокой старости, они стали иноками и умерли в один день. Муромский князь Петр и его жена Феврония стали символом верной, сильной и красивой любви. Они умерли в одно и то же время и, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, так их и похоронили. День считается счастливым для любви. Наши предки подметили, что с этого дня в течение 40 дней будет стоять очень жаркая погода, а после этого начнется осень. В сегодняшний день наши предки называли русальницей. Русалки сегодня начинали водить хороводы, поэтому во время купания надо было соблюдать осторожность, чтобы речная дева не утащила на дно водоема. Приметы. Если сегодня жаркий день, то жара продержится еще 40 дней. Засуха в июле, грибы появятся только осенью. Как мы знаем, капуста бывает разная. Белокочанная, краснокочанная, цветная, бруссельская, бракколи, брокколи, кольраби. Вот далеко не полный перечень всех видов капусты. Вкус у капусты, как мы знаем, вяжущий. А свойства? Свойства такие. Она холодна в первой степени и суха во второй. Действия. Действия на жизненные принципы. Увеличивает ветер, подавляет желчь и слизь. Она обладает размягчающими свойствами и сваривающими. Препятствует опьянению, полезно хмельному человеку. Одинакового размера. Но это ничего. Одинакового размера. Еще надо капуста. Ну, для того, чтобы попробовать, нам хватит этого. А так можно побольше. На всю семью так можно побольше. Так, есть у нас. Теперь смотри, мы берем морковочку. Морковочку также. И ты любишь какую? Сладенькую. Да. Сладенькую, но как бы чуть-чуть остренькую, так скажем. Ха-ха-ха. Но чуть-чуть остренькую. Смотрите, тогда для остроты мы добавим чуточек имбиря. Чуточек. Чуточек. Все. Больше. Хорошо. Больше не надо этого делать, раз мы хотим остренькую получить. Так. Теперь мы можем добавить зелени, что у нас осталось сюда. Все это перемешиваем. И весь секрет, если мы хотим сладенького, заключается в майонезе. Майонез делаем следующим образом. У нас остался желток. Мы его не выбросили. А вот сохранили. Желточек у нас есть. Вот он. Теперь мы сюда добавляем немножечко растительного масла. Пожалуйста. Танюша, где у нас масло? Вот. Так, растительное масло? Да. Желток? Да-да-да. Вот так вот. Раз. Одну столовую ложечку, не более. Теперь у нас мед. Мы берем медочек. Так. Где у нас чистенькая ложечка? Вот она у нас чистенькая ложечка. Опа. Медочек. И взбиваем? И взбиваем, правильно. Как? Да-да-да. Мы долго будем взбивать этот мед. Не-не-не-не. А не можно чуть-чуть? А давай мы сделаем... Два варианта. Два варианта, да. И один. Оба будут целебные. Оба будут целебные. Но мы сделаем, значит, так. Так, возьмем желток яйца и возьмем лимонный сок и мед. Все. Это, смотри, один. А, без оливкового масла? Да. Это один вариант. Ничего себе. Теперь, смотри, это у нас сейчас будет другой вариант. Хорошо. Без оливкового масла. Да. Лимончик мы разрезаем. Давайте я его уберу уже. Выдавливаем сок. Вот он у нас пошел. Сок, смотрите, как хорошо бегит. Ага. Ах. Седьмые лунные сутки. Окружающее нас пространство меняется каждые лунные сутки. Открывая пытливому, целеустремленному человеку все новые и новые возможности. Работать со стихиями и духами природы. Остерегайтесь сегодня произносить ненужные слова. И не рвите бумагу. Вообще сегодня меньше говорите и ни в коем случае не врите. Вас сегодня слышат и могут исполнить ваши желания. Поэтому проявите должное уважение и разум. Тем более, что сегодня вас могут провоцировать на плохие поступки, чтобы отнять эту удивительную возможность. Сегодня не рвите зубы и обязательно потренируйте руки. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!